привет девчонки я тут неожиданно решила выйти в прямой эфир почему бы и нет надо как-то выходить из тени почаще сейчас я сижу на балконе вяжу это изнанку видите вот лицо это мой свитер которым я делаю описание неожиданно казалось что я буду вязать не на 46 48 размер она 5052 и сейчас его вижу танюха привет сижу на балкончике вот мне видно да в окне отражается мой любимый тополь который постоянно показываю вижу я значит свой свитер вчера мы были на море сегодня тоже планируем и кстати похолодало резко танюха не могу смахнуть бабочек может быть у меня только фильтр не знаю пускай будут лето же видно что меня прически особо нет я абсолютно в домашнем одеянии без подготовки вышла в эфир почему у меня такая заколка давайте обо всем наболевшим вас сразу расскажу вчера во первых мы пришли очень поздно и даже не успели как-то толком вдохнуть что ли за сегодняшнюю ночь а волосы убрала потому что я сделала я сделала привет всем стрижку здесь каре я показывала и к сожалению неудачно я считаю то есть мне конечно короткие волосы не буду распускать все как полагается но тетя которыми делала стрижку она их просто обрезала вот так ровно так ровно и в общем все это и кара и есть как нужно делать каре но я так помню уже ходила давно конечно парикмахерам но насколько я помню они состригают нижний ярус волос который у шеи растет ну и так по нижней части головы чуть короче а верхние с макушки чуть длиннее и получается они загибаются как-то естественно одеть меня коры просто и все и обрезали волосы поэтому все-то я недовольна и не уложены меня так нормально не укладываются как все знают если знают кто знает во влажном климате волосы и не укладываются особо у кого бьются еще сильнее вьются у кого не укладываются и ничего не получится поэтому нужно какую-то такую стрижку и укладку делать которая вам подойдет и не будет мешать потому что в жаркую погоду все опадает все потеет пардон вот так и есть особенно кепка или шляпы на голове я вообще любитель кепок как только выходит солнце я сразу в козырьке это особенно портит прическу знаете что я хочу показать меня тут гениальная идея возник вам сейчас шапку покажу смотрите я тут связала шапку думала ничего не успею акации очень даже все успеваем и свитер вяжу и шапку уже связала это стопроцентный веренос шапка еще не стирана у меня еще кончик здесь болтается с изнанки еще ничего не отрезала не постирала шапочку и закрывала в 4 клинышка видно затянула через лицевую петлю все конечно расправится после стирки нет давайте все таки стиву заколку хочу вам показать раз уж я тут со демонстрирую смотрите опа так я носить не буду какие светлые глаза получаются давайте вот так я выправлю волосики все-таки красивенько сделаю так ничего коры да ну ладно в общем я приеду обратно в москву и переделаю скорее всего другому мастеру схожу обязательно о смотрите сейчас я сбоку покажу видно вот так и решила и носить вот здесь такой кончик получается торчащий немного у меня кажется неплохо получилось померила дочки получилось что даже на обхват головы 51 это шапка села и решила сделать family look так что я приеду докуплю пряжи еще вторую точно такой же в таком же цвете свяжу то есть у меня голова 55 она же села на 51 конечно подтянется это больше все таки нам обхват головы шапка вот такую буду носить осенью 50 грамм 125 метров так что практически любой подойдет меринос кстати смотрите сейчас подверну я хотела связать шапку знаете что-то похожее на шапку моряка шапку извините бомжа и кто сейчас еще носят эти шапки это и кто сейчас еще носят эти шапки это общем модники я конечно тут тут еще современный человек не знаю новых направлений смотрите и вот так но здесь у меня уши открыто будут задувать но когда нужно просто макушку прикрыть теплышко сделать то можно так ходить но неплохо юля красотка укоротишь каре будет конфетка шапка пидорка таня нельзя выражаться в прямом эфире как тебе не стыдно красивая шапка марина спасибо большое ну кстати я тоже думала каре укоротить знаете как каре на ножке у меня было очень короткое каре по скулу думаю может так и сделать почему нет надо же в конце концов ухаживать за волосами вот в общем показала нигде так не называется шапка танюха давайте в каре посижу все-таки лохматом и давайте еще покажу образец который сейчас тоже буду вязать шапочку смотрите там и мешочек со мной приехал это мои запасные детали там крючки и маркеры и второй значит образец вот он это у меня образец к шапке смотрите вот такого размера вижу образцы а это образец ко второй шапке это к шапке который сейчас померила это будет вторая шапка здесь у меня нить ангоры и нить мериноса причем меринос серого цвета а ангора такого льняного цвета я его уже постирал образец здесь по моему меринос потоньше здесь меринос сейчас посмотрю толщину 50 на 170 метров здесь меринос ангора ну ангора и ангора она плюс-минус всегда одинаковая вот но это будет уже ну понятно из благодаря ангоре и вообще двум ниточкам это более теплая будет шапка я решила я вначале хотелось взять даже капюшон но решила все таки не взять капюшон уже капюшон уже есть и надевать как-то через лицо ангору я бы не хотела то есть она будет сидеть и надеюсь что не будут мешаться вот эти ворсинки не попадать не будут в глаза Юля свяжи мне фэмили лук Танюш ну в чем вопрос без проблем конечно свяжу любого цвета размера если нужно конечно обращайся пиши ссылка в шапке профиля вот вот такой мой следующий план я надеюсь что я перед отъездом успею эту шапку связать пушок вообще виден на черном фоне видно ладно вот такой мой план так вот расскажу немножко про эту шапку я хочу связать с отворотом обязательно чтобы без отворота нельзя полоносить то есть уже будет двойное утепление на ушах на лбу может быть даже в два подворота сделаю я посмотрю по обстоятельствам и и связать эту шапку эту шапку уже связано неожиданно я не ожидала и довязать вот этот свитер но кстати говоря естественно мне опять не хватило пряжи я планировала в связать я говорила вначале на размер 46 48 но так как я все-таки устала сайт на размер 5052 решила перескочить чтобы промежуточные легче было вычислить то такие косы то у меня не хватает пряжи я уже сейчас это прекрасно понимаю буду вязать сколько хватит приеду докуплю надеюсь попаду в партию и довяжу оставшуюся часть что еще рассказать здесь у меня такая на балконе атмосфера здесь на мое вязание постелила простынку белую чтобы можно было снимать видео мастер-классы мои расчеты вам покажу что вам еще рассказать могу что-нибудь про отдых рассказать мы вот уже постоянно прибываем на море почти каждый день ездим по вечерам конечно самое приятное как говорится море с утра но но с утра у нас не хватает сил просыпаться потому что мы ну не знаю совы или жаворонки кто в это там верит я всегда говорю что я сова но плюс еще нам хочется и по вечернему городу погулять и поэтому с утра вставать это очень тяжело а например в 11 утра на море уже очень большой зной и не спасают никакие зонтики жарко только выходишь за зонтик тебя обжигает солнце поэтому посещаем море в 3 часа дня ну и где-то сидим там до 6 и идем дальше прогуливаться по городу до этого были на даче несколько дней сейчас вернулись слышно нет скорая помощь наверное где-то там едет где мы были где что что мы тут делали отдыхаем не знаю что еще рассказать сегодня только говорили про гору аху не знаю доедем или нет ну хотим хотим доехать о давайте я вам расскажу у меня же была встреча одноклассников моих вы представляете страшно сказать но прошло 20 лет 20 лет как закончила школу не знаю время летит просто не замечая не замечаю как оно летит мне все кажется что где-то там ну конечно не школьный возраст я себя ощущаю не на школьный возраст но где-то в районе 20 наверное 8-30 вот в этом каком-то временном периоде я пока заморожена своими мыслями головой но на самом деле я тут вижу опускаю глаза пытаюсь подвязывать но на самом деле уже очень-очень много времени прошло и нужно я думаю ценить уже со временем все больше жизни и минутки отведенные нам что-то меня там да в меланхолию в какие-то философские темы я спускаюсь у меня такое часто бывает я не могу разговаривать на что-то такое поверхностное у меня извините давайте поставлю плюсик что я связала ряд смотрите как я делаю плюсик я тут туда-сюда мечусь вот у меня ряд смотрите сейчас я вяжу девяносто шестой ряд я написала минус значит я увяжу я его провязала и пишу плюс теперь я буду вязать следующий 1 седьмой я пишу минус здесь мне в этом ряду нужно поменять местами петли чтобы провязать косу я написала косы я уже знаю наперед что мне нужно здесь провязать расстояние между косами у меня пять рядов здесь у меня был поворот я его отметила чтобы потом это внести в мастер-класс в описание точнее кстати говоря вы знаете разницу между описанием и мастер-классом я вот недавно решила озаботиться этой мыслью и выяснить в чем разница оказывается разница в том что описание это именно да Танюш напиши потом пиши звони мы с Татьяной однокурсницей моей наверное как я уехала мы так и не виделись нет нет виделись там разок или два и все это жизнь на разные города это конечно полностью разделяет людей хорошо что сейчас есть эти коммуникации так вот описание это именно то что мы видим в журналах когда мы вяжем например изделие то есть описание на изделии это есть описание а мастер-класс это какой-то навык который мы получаем и например например узнаем как связать скрещенные петли или узнаем как связать укороченные ряды это мастер-класс мастер-класс по навыку описание это когда мы получаем детальное текстовое описание или видео чтобы связать изделие и получить его ага бессовестно ты тоже бессовестно Танюха тоже в москву приезжала ладно вот это разница в описаниях и в мастер-классах сегодня мы пойдем на море вечером надеюсь наша бабушка нас выручит спасет и мы немножко устроим себе романтик вечерний свидание я тебя тоже люблю Танюшка вот и пойдем погуляем по набережной или ну куда-нибудь были мы здесь ну я не была дочка была с мужем и с мамой с моей в дельфинарии ходили стоимость давайте вам по ценам может чуть-чуть расскажу стоимость дельфинария здесь сейчас скажу 800 рублей за человека дети до 5 лет бесплатно и в общем они все это посмотрели 40 45-минутное шоу представления там у них были дельфины белуги и два морских льва ну конечно она ушла совершенно довольная все очень понравилось не знаю сколько стоит и есть ли да есть ли дельфинарии в москве это в москвариуме наверное там дельфинарии есть ну там как осадка живет все посерьезнее но вот здесь столько 100 дельфинарий что еще что касается моря мы думали что у нас ребенок не будет что у нас ребенок не будет купаться в море на рукавниках или в жилете то есть на рукавниках вообще же не чувствуешь никакой уверенности и опоры как бы от воды а наоборот мы надели на рукавники нас угостили им тоже дар это Катя спасибо спасибо Катя и она прекрасно себя чувствовала на рукавниках она ходила плавала в жилете немножко баллась в кругу мы объясняем что 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 в кругу ты просто барахтаешься там как поплавок и не учишься плавать а плавать ты научаешься именно на рукавниках когда самостоятельность проявляешь и она в принципе вняла нашим этим объяснением на набережной на набережной на набережной на морской набережной была вчера там ходили кстати мы там вчера купили ловца снов решили украшать детскую комнату приобрели ловца снов такая вот памятная вещица у ребенка с отдыха на ривьер мы ходим на пляж ставим машину на спутнике ривьерская парковка закрыта мы ходим на ривьерский пляж там нам нравится что там нравится галька и меньшее количество народу особенно мы ходим в конец пляжа где уже написано что граница пляжа ривьера раньше это все было пляж ривьера теперь кажется там ненавязчиво так оттяпывает кусок общественного пляжа под какие то не знаю гос или военные нужды там говорят что хочет вот кто там СФОшники забрать себе пляж хер знает извините за мой французский вот ну в общем мы ходим на ту часть пляжа которая не оснащена никакими лежаками или зонтами в общем там мы загораем и плаваем машину ставим на спутнике немножко пройти нужно но нас все вполне устраивает сегодня кстати большой церковный праздник название не помню вот такая вот я воцерковленная не очень-то и то знаю о празднике благодаря моей маме сегодня нужно обязательно сходить в церковь не забудьте что еще сегодня у нас 25 и кстати говоря мы вчера поняли что бархатный сезон пришел потому что днем просто приятная теплая температура а вечером уже прохладно и даже хочется что-то на себя накинуть прям вот какую-то кофту или куртку джинсовую вот вчера даже прям холодно было из кафе вышли вчера мы были в старом базаре ну как же не поиски не посетить Сочи и не сходить в старый базар или например белые ночи в белых ночах что у нас хинкали ну конечно многие говорят мне особо не с чем сравнивать я не помню как они были раньше эти хинкали они все-таки похуже стали но хачапури в старом базаре не испортилось то есть если вы любите аджарский хачапури это старый базар вчера там посидели очень вкусно шашлыки мы и сами сготовим правда вот но приезжая кстати вот на юг всегда хочется покушать и в такую местную кухню местную кухню потому что все не местное мы там поедим говорят очень все испортились да все испортились Танюха да все начинают привлекать вначале к себе людей а потом работа спустя рукава да потому что все идут уже на какое-то хожженное место я вот кстати очень горюю здесь в Сочи было кафе такого еще советского типа и давно еще советского типа и давно давно с классической архитектурой это кафе Аленка это кафе где подают пирожное ну мороженое коктейли молочные в общем абсолютно кондитерское заведение полностью разрушили под до фундамента всю застройку и сейчас там нет ничего говорят что там восстановят это кафе обратно вернут но я думаю что цен не вернут потому что это место где чашечка чая стоила там 60 рублей или 50 классические пирожные это знаете как жалко жалко что вот когда разрушают воспоминания это тот оплот который сохранился еще вот из моего детства я туда ходила в детстве я туда ходила там в школе в институте это вот тем более это было близко да там к школам к институтам и весь детский народ посещал вот эти места в начале исчезла южанка это тоже такое кондитерское кафе в гостинице москва привет привет всем в кондитерской кондитерская в гостинице москва потом закрылась гостиница и естественно исчезло это кафе южанка теперь у нас разрушили кафе аленка вот вот такой плот моего детства да я тоже да спасибо танюш сто процентов сам согласна то есть я посещала постоянно это кафе аленку просто потому что ты окунаешься в эти воспоминания которые у тебя были спасибо за капр спасибо вам что вы вяжете что подписано на меня вяжете по моим мастер-классом вот вяжу смотрите свитер с косами тоже сделаю мастер-класс описание описание я уже говорила про мастер-класс и описание чуть ранее кстати говоря я думаю все таки связать себе капр я очень из правильного из правильной нитки связала себе капр который вы видите в описаниях на ютуб канале у меня потому что это получается полотно из той нитки анта инкотопс да такая у меня там нитка очень пластичным а все таки из мериноса который я себе связала из мериноса капр по тому же описанию там немножко другой рисунок он у меня получился очень жесткий жесткое полотно какое-то такое плотное толстое и нет пластичности потому что вот тот капр очень красиво он так не спадает мне это больше нравится классный свитерок спасибо ждите описание вот я там почему-то затишье все почему-то затихли то ли от меня спрятались я знаете описание нет очередной какой-то видео урок снимаю всем тихо 15 секунд тишины я снимаю сторис идеальный кадр знаете когда ни грамма естественной среды там никто не шумит за кадром и ты якобы снимаешь такая у тебя жизнь гламурно повседневная с прекрасными видами с послушными не знаю детьми окружающими на самом деле просто а тихо и снимаешь красиво все говорить можно ну так я я 2к просвязала из норки потом из ангоры вот дитя орет из норки потом из ангоры кстати расскажите пожалуйста в чем разница норки и ангоры ну вот в ощущениях я хотела спросить потому что я хотела заказать тоже норку и начать вязать из норки шапки но кстати давайте расскажу свои отношения сейчас вот я делала опрос у себя в инстаграме по по отношению моих подписчиков к норке и многие говорили что все таки это не негуманная да пряжа негуманная норка лезет больше вот я тоже это слышала решила из норки не вязать значит что это негуманная пряжа норка и ангора именно поэтому я решила вязать из ангоры все равно но сама себе противоречит ну давайте что норку получают путем как норку получают путем вычесывания кроликов ангоровой породы кстати говоря ангоры в начале это были козы так назывались порода коз ангоровый но потом появились кролики их стали называть ангоровыми тогда после этого тех коз которые прежде были ангорами их стали называть махерами которые дают нам махер так вот их вычесывает этих кроликов которые дают ангору и порой ну до кровавой в общем кожи ну что ж там тайну да таить и кстати говоря норка норка это тот же самый кролик только там какая-то по-моему разная пропорция составляющего вот материала то есть здесь вот эта шерсть ангорового ангорского кролика и полиамид а в норке я честно говоря даже не знаю потому что я кстати смотрела видео на ютуб женщина анализировала вот эти норки китайские которые мы получаем ну естественно там какой-то китайский ярлык кстати говоря есть дома я помню купил нет я купил кашемир не суть а ну кстати тоже интересно я кашемир когда купила там не было указания из чего это кашемир то есть кашемир вообще это кашмирская коза да которая тоже вычесывает очень нежный подпушек у нее и получает кашемир там конечно нет ни грамма кашемира в этом китайском кашемире который купила на алиэкспресс о чем я так вот и норку которую покупают с алиэкспресс там нет ни грамма норки там все это ангорский кролик ну и какие-то составляющие материалы я носила в детстве карп капор наверное да я его просто ненавидела он был из ангоры ворса постоянно во рту и в глазах да да у меня тоже такой был капор у меня он был изумрудного цвета у нас в сочи не знаю как в остальных городах россии все ходили в этих капрах капюшонах все просто бордовые вишневые белые изумрудные какие черные обязательно вот эти капры были у всех у всех у всех у меня был зеленый ну изумрудный такой темный-темный изумрудный цвет на ангору то доп нить не нужна а вот видите ну да правильно с норкой всегда дополнительную катушку вкладывать кстати а я купила когда покупала кашемир вот я рассказала сейчас с алиэкспресса мне тоже катушку вкладывали дополнительно нитки у темы белый и черный капорда что за тема у темы тема или тема танюха вот девочки что вам еще рассказать спрашивайте может у вас вопросы какие-то есть я уже вам все выпалкала как хорошо свой балкон хотите вам покажу за окном что происходит сейчас я разверну смотрите ой там морюшка а вон моя вишня которая сегодня спрашивала где там мой палец сейчас покажу вишню ой это моя вишня которая мешает из окна видите сегодня облачка такие беленькие сегодня какая-то пелена на небе вот так что мы скоро будем выходить пойдем начали в церковь вам рекомендую если вы верующий никому ничего не навязываю а потом на море потом погуляем надеюсь нас ребенок отпустит кстати у меня девочка и у нее у нее стал возник такой период что она сейчас от меня не отлипает мама 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 я у нее сейчас какая-то звезда на небе который знаете как эталон для подражания раньше такого не было раньше больше папа сейчас больше мама наслаждаясь этими минутами потому что когда будет переходный период когда я никто не будет нужен наверное тоже скоро придет моей вот однокласснице сколько она сказала забыла десять лет с восьми лет уже начинается период когда ребенок очень сильно отстраняется от родителей и хочет все больше и больше самостоятельности ну вот что вам еще рассказать все показала вижу я кстати свой свитер давайте покажу с дропса вам зеркалем показывает в общем это альпака силк брашт брашт альпака силк это мой свитер предыдущий я связала у меня посмотрите в постах он голубой вот такой нежно-нежный песочно-голубой также я надеюсь что этот свитер я подберу толщину я хочу вас связать из гидифры софио модель там тоже шелк и брашт альпака брашт такая вычесанная что ли альпака не знаю чесаная какая-то вот у меня есть кусочек это я собиралась вязать тоже с видите смотрите надо его распустить вот нитка надо его распустить вот такая ниточка но она правда уже побывала в двух изделиях вот эта нитка которую я сейчас показываю поэтому ее нужно конечно распарить и потом уже сравнивать вот например от дропса нитка почему видно разницу не знаю в общем от дропс она более пушистая здесь на светлой руке светлая нитка наверное не видна но в целом она более пушистая от дропса не знаю видно разницу нет короче говоря буду подбирать толщиной спиц и рекомендовать альтернативную пряжу потому что вот вот это она тоже очень нежная софио да и название какой мне так нравится а еще у них очень большая палитра цветов вот этим они отличаются и сильно-сильно сильно-сильно пресильно сейчас теряюсь я читаю ваши комментарии честно говоря сбиваюсь вот я теперь понимаю тех людей которые говорят ах комментарии сбивают короче говоря очень большая палитра и они это их преимущество это види про софио девочка сейчас целую целую танюха давай вот я тоже буду собираться уже потихоньку уже много раз таскала кстати и здесь я вот связала я отправила уже комплект здесь я просто клубочек остался я о нем вспомнила это комплект из мериноса и вот так положу и махера на шелке это две нитки мериноса и одна нитка махера на шелке мериноса здесь две нитки 50 на 125 метров и махер классический на шелке получился очень теплый комплект я его еще продублировала по просьбе заказчицы флисом и здесь смотрите какой я взяла это сейчас скажу лана агата супер софт называется этот цвет серебристый но он такой имеет настолько холодного оттенка что слегка даже в сиреневый тон отливает вот такой получается и добавила я нитку махера я параллельно вспоминаю цвет нитка махера здесь голубая вот так светло-светло-голубая очень красивого оттенка то есть она не белая здесь конечно не передается этот цвет цветатель вот такой получился комплект и получается что нитка махера она выходит да периодически из полотна над петельки кладется сверху и вот такое мерцание ну и подпушек вот такой легкий очень мягкое получается изделие и красивое и и вот такой у меня еще что брашт альпака силк вот когда в перемешку да английский и русский слова то получается непонятно что непонятно как нужно вообще говорить это у меня тот же самый да моток другого цвета и смотрите как часто бывает зависимости от цвета и разная пушистость и мягкость вот это более сухой хотя он сам по себе нежные тоже мягкие а этот понежнее по шелковистее и по пушистее кстати этот цвет у меня есть вот такой один моток я хочу из него связать образец для вот этого моего свитера то есть показать и покупателю и в принципе человеку который хотел бы связать для себя по моему описанию себе свитер как будет смотреться этот рисунок в другом свете более темном потому что предыдущий свитер я связала голубой сейчас я вижу тоже из светлой пряжи а вот этот темный ну нет у меня свитера я не буду взять темным я свяжу образец поэтому будет доступно понятно внешне как будет усмотреться с темной светлой пряжи и у меня будет на несколько размеров описание вот показала вам все что что еще хочу сказать давайте я пойду уже обедать а то меня сейчас семеро потеряли и пойдем я вам планы уже сейчас я рассказала тысячу раз пойдем погуляем вот девочки я вам желаю хорошего лета скоро оно закончится и знаете как получается я уехала сюда в тепло и еще на даче нет не было связи я полностью откололась от всего что происходит в мире во всей нашей России что там за температура все вроде шапки шапки предлагают а ты здесь ходишь жарко в 25 градусов и шапка вроде не нужна кому нужна шапки нет понимания совершенно честное слово вот поэтому мне нужно возвращаться в колею вижу свитер о чем я вот и полностью откалываешься от обстановки и атмосферы температурной я про товар естественно рассказываю что происходит вообще у нас в мире смотрите ка мне браслет что вижу то пою ну попался мне на глаза я упаковала вниз свои пряжи чтобы он не поломался этот браслет из рога буйвола вот поэтому он у меня есть мне очень нравится когда изделия выполнены из таких вот необычных материалов в общем есть кольцо из рога буйвола черное коническое я его приобретала браслет в москве в шанхай центре какой то такой центр ну там в общем вот эти мигранты или кто не с таиланда приезжают люди занимаются торговлей фруктами изделий 1 сентября у кого есть шкалята дошкалята школьники и студенты не пропадайте хорошего настроения удачи пока пока пока